МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В финале состязания должно было участвовать 25 команд, но китайская группа не успела оформить визы, а у японской случилась авария на тренировке. И они внезапно отказались от участия. В итоге лучшей оказалась команда из Южной Кореи под названием КАИСТ. Их детище робот DRC HUBO по праву завоевал золото. Основная задача первенства — собрать лучшие разработки в робототехнике, которые помогут создать работающие модели роботов для использования их в условиях чрезвычайных ситуаций, когда это опасно для людей. К примеру, чтобы ликвидировать последствия аварий на ядерном реакторе. В течение финального часа претенденты должны были максимально быстро проехать на транспортном средстве, выйти из него, пробраться в помещение, решить задачу по открыванию вентилей и сверлению стены. И еще много чего. DRC HUBO справился совсем за чуть больше, чем 44 минуты. Помогли в том числе усовершенствованные сервоприводы и способность передвигаться на коленях. Команда KAIST получила 2 миллиона долларов на дальнейшее изыскание. Серебро и миллион долларов у американцев с их Running Man. Третье место также у американцев команда Tartan Rescue создала Chimp. Этот робот — единственный на DARPA Robotics Challenge, который мог самостоятельно подниматься после падения. Надеемся, скоро мы сможем и на этом состязании поболеть за наших. Не выкидывайте старые батареи. И дело не только в том, что каждый неправильно утилизированный элемент питания отравляет изрядное количество кубометров почвы. Просто аккумулятором от сотовых можно найти отличное применение. Для этого, правда, надо стать инвестором проекта Better Re на сайте краудфандинга Kickstarter или дождаться начала продаж для рядовых покупателей. Авторы проекта утверждают, что многие люди меняют свои смартфоны на новые весьма часто и что лишь 11% умных телефонов утилизируется. При этом батареи морально устаревших устройств еще на 80% работоспособны. Проект Better Re предлагает, что эти аккумуляторы можно облечь в стильный корпус, перед этим поставив в нужные места контакты. Затем старый элемент питания можно использовать для экстренной подзарядки нового гаджета. Проект привлек к себе большое внимание и собрал необходимую сумму весьма быстро. Желающие смогут подарить батарейке вторую жизнь в качестве Powerbank всего за 40 долларов. Почувствовать несуществующий мир руками предлагают разработчики из Испании. Компания Neuro Digital Technologies сейчас на Kickstarter собирает средства на запуск производства Glow One. Это перчатка для виртуальной реальности. Всего две сотни долларов и у вас в руке любой из миров, которые вы выберете и которые прежде создадут программисты, трудящиеся на Ниве VR. Аксессуар оснащен множеством сенсоров на большом пальце, в указательном и в области ладони. Также есть десяток так называемых актуализаторов. Они с помощью вибрации дают почувствовать объем и форму виртуального предмета. На тыльной стороне девятиосевой гироскоп. Он отслеживает положение руки, а информация передается на головное устройство по Bluetooth или USB. Кстати, им наверняка станут шлемы на головах пользователей Oculus Rift и Рейны. Решительно нет нетрезвым водителям решили сказать американские ученые и чиновники с помощью самых новых разработок. Национальное агентство по безопасности на дорогах США создало технологию, который не позволит автомобилю поехать, если водитель пьян. Пока решается, каким образом будет определяться уровень алкоголя в крови. Есть два варианта. Первый предполагает датчик вроде того, что установлен в алкотестерах. Только он уловит спиртовое амбре на расстоянии. Второй — это сенсоры, вмонтированные в рулевое колесо. В любом случае, разработка стоящая. Если у создателей все получится и они доведут дело до конца, она спасет не один десяток жизней. Чиновники же говорят, что не будут обязывать использовать такой алкоблокиратор. Устанавливать его или нет — добровольное решение. Только самые интересные новости из мира высоких технологий и потребительской электроники в выпусках проекта ProNet. Каждый день на 24КЗ и в любое время на сайте телеканала. До встречи в эфире и онлайн. Продолжение следует...